Понятно, что Льва Толстого, если ты будешь читать подробно долго, как бы там совсем по-другому. Я читал Льва Толстого, включая французские тексты «Война и мир». Ну, дятина редкостная. Но поставил перед собой задачу, выполнил. Мне было интересно. Я прочел полностью, включая французские тексты. Я изучал в школе французский, у меня английского... Ну, я английский не учил. В школе не было английского языка. Я читал, включая французские тексты. Интересно было про Пьера и масонов. Все остальное, честно говоря, такая он не звучит. Привет. Привет. О чем беседуем? Я обычно тут вопросы задаю, но думаю, зайду в четвертку, может, мне вопросы позадают. Интересно, какие сейчас вопросы люди задают? Что их интересует? Меня все одно и тоже интересует. Но в целом, думаю, можешь как-то разнообразить общение. Ты вот какую литературу любишь? Честно говоря, в последнее время я никакую не люблю. Ну, не в последнее время, вообще в целом. Раздражает. Вот ты кто по образованию? По образованию я инженер. Инженер? Инженер какой? Чего? Подъемно-транспортных машин, подъемно-транспортной техники. Понял. Понятно. Ну, то есть литературу ты любил всегда технического характера. Вообще никогда не любил литературу технического характера. Маркес мне больше нравится, чем справочник какой-нибудь по ПТМ. Собственно говоря, получается так, что ты просто учился на инженера, не взлюбил техническую литературу и решил стать блогером. Нет никакой технической литературы. Какую можно почитать? Справочники, что ли? Что? Сапромат? Может. Учился и учился. Красный диплом получил. Магистратуру окончил с красным дипломом. Но литературу техническую никогда не читал перед сном. Пойду-ка перечитаю справочник. Таблицы Брадиса. Так идеально. Синус 30. Да ты что! Одна вторая. Какая красота. Есть люди на интуиции двигаются. Есть теоретики. Есть, которые любят просто вот... Может и из них. У меня из-за войны, к сожалению, дефицит внимания. Я не могу сосредоточиться... Из-за войны дефицит внимания. Не могу сосредоточиться на длинных книгах. Раздражает. Нравится, но раздражает. А причем война и длинные книги здесь? Дефицит внимания, потому что из-за войны нарушается внимание. Понимаешь? Невозможно долго сосредотачивать свое внимание на чем-то конкретном. Это проблема вообще. Гиперактивности нет, но есть синдром дефицита внимания. Но он же как бы... То есть война на это как-то влияет? Конечно, война на это влияет. Если ты сидишь под каким-нибудь артиллерийским обстрелом и слышишь, как работает артиллерия, то явно ты не можешь сосредоточиться на чтении книг или там какого-нибудь, не знаю, другом каком-то произведении. Что-то такое типа важное прочесть или там что-то посмотреть. Даже какой-то фильм длинный какой-то такой важный, чтобы от начала до конца. Ты же прислушиваешься. О, град работает. Ага, замечательно. Понимаешь? Я понял. В том числе возможно. Есть какие-то признаки перенесенного... Ну, посттравматическое такое расстройство, перенесенный стресс. Это сильно влияет на дефицит внимания. С этим столкнулись многие миллионы граждан сейчас. Не подозревая, кстати, что это такое. Им нужна реабилитация, им нужно объяснять и как-то из этого выходить. Ну, я вообще, в принципе, современное общество, оно, в принципе, не только вот в плане войны, я имею в виду, а вообще в целом, современные даже вот контенты, они все на клиповости основаны. То есть короткости, короткость, переключения, короткость. Это массовое, но в основном нет. Если мы говорим про массовое, просто это для коммерческого использования. А так, конечно, нет, не совсем так. Ну, понятно, что Льва Толстого, если ты будешь читать подробно долго, как бы там совсем в другом. Я читал Льва Толстого, включая французские тексты «Война и мир». Ну, дятина редкостная. Но поставил перед собой задачу, выполнил. Мне было интересно. Я прочел полностью, включая французские тексты. Я изучал в школе французский, у меня английского, ну, я английский не учил. В школе не было английского языка. Я читал, включая французские тексты. Интересно было про Пьера и масонов. Все остальное, честно говоря, такая нудотина. И вообще редкостное говно. Ничего интересного. Любая классика и тот способ мысли, который был тогда, он, естественно, достаточно сложен для сегодняшнего восприятия. А берешь Маркиса «Сто лет одиночества», и это классно. И это тебя бьет по голове. Понимаешь? Очень сильно. А Толстой вообще ни разу не цепляет вообще ничем. А Пелевина ты читал? Пелевина читал. Много разного. Как тебе? Нравится Пелевин? Ну, страшит немножко. Страшит? Немножко страшит, да. Сейчас вышел фильм какой-то новый. По нему тоже. Не знаю. У него очень сложно. У него в книге про... А как же эта книга называется? Где был Карпов, который летал на беспилотнике? Забыл. Не, Чапаев-Пузата, это раннее. Забыл. А, позднее, кстати. Забыл, как называется. Там тоже война, в общем, все это сложно. Как раз беспилотник описывал. Сложно такие вещи читать, потом сравнивать с реальностью. Поэтому я Пелевина не очень сегодня люблю. Хотя, конечно, в свое время ОМОН-РА, вот это все. Да, это было прочитано. Как ты думаешь, как войну закончить? Могут ли кто-то повлиять на то, чтобы остановить войну? Например, там, какие-то писатели, люди творческих профессий. Ну, они точно не могут. А кто может? Вот если бы ты был бы волшебником и мог бы что-то исправить. Ну, вот так, частично. Ну, типа, не то, чтобы такой раз, махнул палочкой и все исправилось. А тебе сказали бы, почини пойди. Как ты думаешь, где поломалось? Что нужно починить, чтобы не было войны? Я думаю, что нужно перестать... Ну, я бы что сделал? Я бы просто Зеленского бы убрал. И убрал бы поставки оружия просто, и все. И все бы закончилось. Ты считаешь, что если бы не было Зеленского, то Украина бы сдалась? Нет. Нет, Украина бы не сдалась. Дело не в сдаче. Или каком-то... Если бы не было бы Зеленского и его... Не его политики, естественно, а политику, которая через него, так сказать, транслируется. Не было бы войны, в принципе. А, то есть ты из тех, которые считают, что если бы она короткую юбку не надела, то ее бы никто бы не изнасиловал. Нет, ее бы не изнасиловал бы никто. Потому что, ну, как бы задачи изначально такую не ставил. Жертва насилия разве виновата в агрессии, в насильственном поведении насильника? Ну, жертва тоже просто так. А как вот тогда ладно, хорошо, допустим, она не виновата. Так вот возьмем. Тогда вот из всех жертв, которые насильник выбирает, почему-то он берет какую-то определенную. Почему-то вот из 10 он выбирает... Насильник ведет себя так. Потому что ему насиловать хочется. Возможно, и убийца убивает кого-то, выбирая кого-то конкретного. То есть кого-то же выбирал Чикатило. По каким признакам он людей выбирал для того, чтобы их убивать? Мы точно, возможно, с тобой даже и узнаем это. Если бы, ну, типа, почему вы убили конкретно этого человека? А он был в шляпе, например. Так что теперь означает, что шляпы не носить? Это не означает, что жертва насилия должна менять свою модель поведения, чтобы тот насильник ее не насиловал. Проблема не в жертве, проблема в насильнике. Поэтому и судят насильника, если мы говорим про рациональность и про цивилизованность. И никто не обвиняет жертву насилия в насилии. Поэтому Украина не виновата в агрессивных действиях России в отношении себя. Абсолютно. Украина ни в чем не виновата. Я это понял. Но смотри, то есть Украина такая просто замечательная, процветающая девушка. Сидела, никого не трогала. Была такая прекрасная, как бы, целомудренная. И тут ворвался Россия. В ее квартиру. И ворвался в ее квартиру пьяный бородатый с топором. Да, абсолютно так. Сто процентная аналогия. Абсолютная. Она сидела в своей квартире. И возможно была очень красива. И возможно была сверх привлекательна. Но это не означает, что нужно ворваться к ней в дом, в квартиру. Вырвать с мясом дверь. Ну и собственно захватить кухню. И стать жить. Сказать, теперь ты будешь моей женой. Она говорит, да я тебя не хочу, чувак. А он говорит, как это ты меня не хочешь? Посмотри, какой я пьяный и красивый. Она говорит, от тебя рвачками воняет. Понимаешь? Ты носки не менял ни разу в жизни вообще. У тебя портянки до сих пор. И сапоги кирзовые. Я тебя не люблю и тебя не хочу. Я хочу иметь отношение с другими, более симпатичными странами. А с тобой нет. И тогда Россия поступает так, как поступает. Она насилует. Причем здесь жертва тогда? У тебя камера отвалилась. Постучи по ней. А, все понятно. Отключился. Модель поведения людей, которые оправдывают насилие под поведением жертвы, это как раз и есть модель поведения нецивилизованного человека. Когда люди не понимают, не осознают, что агрессивное поведение, насильственное поведение, просто поведение агрессора, оно вызвано не поведением жертвы, а желанием внутри этого насильника, внутри этого агрессора совершать агрессию, совершать насилие и все, больше ничем не вызвано. Поэтому девушки, если вы хотите носить короткие юбки, носите их, соблюдая при этом правила безопасности. То есть лучше не менять свое поведение, но лучше так, чтобы папа вас вечером встретил, чтобы вы одна в подворотне бы не ходили бы там, где темно. Да, а если вы симпатичная украинская девушка, то нечего вам делать в Рязани после 11 вечера, там все пьяные и, конечно же, никто не соблюдает никаких правил поведения. Понимаете? То есть модель поведения менять не нужно, просто нужно включать в себе систему безопасности. И вот для того, чтобы Украина могла бы существовать, будучи красивой, это хорошая аналогия, красивая, симпатичная, сексуальная девушка, такая красивая, молодая, прям вот я очень люблю Украину. И очень люблю украинок, украинки самые красивые. Если бы она хотела бы вот так жить, не меняя модель поведения, то нужно было бы пользоваться системой безопасности коллективной, как пользуются все остальные. То есть нужно было вступать в НАТО в свое время. Если бы Украина воспользовалась коллективной системой безопасности, в свое время стала бы членом Европейского Союза, и, что важно для безопасности, членом военного блока НАТО, то тогда бы она не боялась бы того, что кто-то, Россия, не, не важно, Китай, какая разница кто, не важно кто, захотел бы отгробастать от нее кусок территории или в целом бы ее захватить полностью. Она бы этого не боялась. Как делают симпатичные, молодые, красивые страны, как делают страны Латвия, Литва, страны Балтии, как сейчас сделала Финляндия, которая говорит, я не короче, я буду независимым, а потом говорит, ой блин, нужна коллективная система безопасности, потому что вон Россия рядом, они же агрессивные и насильники. И нам нужно было это делать в самом начале 90-х годах. Поэтому я и выступал раньше много-много лет, еще до Майдана, с начала 2000-х годов я выступал, и сегодня выступаю точно так же, у меня никаких изменений в моей идеологической позиции не произошло. Я выступал и выступаю за вступление в Североатлантический альянс военный для системы коллективной безопасности. Тогда и войны бы не было бы изначально. Вот, собственно, и все. Поэтому аналогия такая, аналогия очень даже простая. Жертва насилия не виновата в поведении насильника. Насильника нужно изолировать от общества и наказать его по всей строгости законов военного времени. Мальчик! Мальчишек! Ой, стример на мой канал, скажи! Позор! Украине позор! Позорище! Позорище! Обосной, что не так? Долгий будет вам позор еще киевскому режиму! Ужас! Почему? Обоснуй! Поясни! Позор! Просто так позор! Я захотел. Вот я помой сейчас из окна буду выливать! Помой! Помой! Мы из окна все выкидываем! Помой! Это кто, блядь? Это ты знаешь этого? Блогер! Блогер! Эй, мальчишка какой-то стримит! Позорище! Позор! 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 Помочите себя! Позор! Позор! Ну, собственно, так интересно, кстати! Мусор из окна! Здравствуйте! А вы знаете, что такое пакгаус? Что-то морской термин забыл, что обозначает. Я что-то думал, это такое что-то фронтовое. Пакгаус, ну типа блиндаж. Вот это, ну... Я для начала хотел бы сказать здравствуйте! Я услышал, да? Добрый день! Добрый день! Сегодня добрый день! Добрый-добрый! Смотрите, просто это очень интересно, мне кажется. Можно это обсудить. Понимаете, пакгаус, оказалось, это вот тоже есть еще и цейхгаус. Это закрытое складское помещение особого типа при ЖД-станциях, портах, аэропортах или таможнях для кратковременного хранения груза. Мне зачем эта информация? А я просто считаю, что произошло у вас в ваших сортировочной станции оккупированного Иловайска. Там, смотрите, цистерны с топливом взорвали для тепловозов, пакгаузы, товарные вагоны и вообще в целом ЖД-пути. Я думаю, что пакгаузы, какие пакгаузы? Оказывается, это склады. Там капец, срака жопа. Это как бонус. Это не только одно. Сегодня все говорят про что? Типа, Крымский мост, там ха-ха. А так все серьезно у вас. Ну да, я посмотрел видео. А у вас получается, что... А где же теперь вообще брать снабжение для армии? В Иловайске была крупная ветка, там сортировочная, станция сортировочная. Склады разрушены, ЖД-ветка разрушена, цистерны с топливом сгорели, через Крым поставок нет. По этому самому, по... Ну, сухопутный коридор. Это же надо через Мариуполь. Это хрен знает, как его везти, вообще непонятно. Что же вы делать будете? Понять не имею. А руководство, как вы думаете, на вас надеется? На кого, на меня? Конечно. А что это оно будет на меня надеяться? А кто будет носить цистерны с топливом? На ручках-то. Сами по себе цистерны не перевезутся. Я цистерны не подыму. Ну хорошо, ну хотя бы пару ведер. Ну пару ведер. Как снабжать Крым? Как херсонскую группировку снабжать топливом? Смотри, какая штука интересная. Когда начнутся холода... Как снабжать, ждай этого времени. Так через мост. Моста же нет. Ну да, сейчас. А смотри, начнутся холода. Стоит танк на позициях. И вот идет линия фронта, продвигается, не продвигается. В атаку, не в атаку. А его нужно раз в несколько часов запустить танк, прогреть. Ну чтобы он был готов, если что, ехать. И это нужно ему там литров под 200 топлива в день. Просто, чтобы его прогреть, чтобы он там часик-полтора проработал, чтобы двигатель был горячий. А где же брать столько топлива? Только руками носить. Поэтому я думаю, что надеется на тебя, руководство твоей страны. То есть ты мне предлагаешь таскать топливо из Москвы на Донбасс? Ну в Херсон как минимум, ну да. А какие варианты еще есть? Херсон еще дальше. Ты что, если от Москвы смотреть? Еще дальше. А какие варианты есть, если не таскать руками? Какие еще есть варианты? По воздуху перевозить? Есть несколько вариантов, но... Они вам не нравятся. Весь мир осуждает. Какие несколько вариантов? Я считаю, надо по-банковски один раз ударить и все. И что там будет? Ну, в следствии удара что... А уже ничего не будет. А вы думаете, там такие, короче, все дураки? Я лично! Которые на банковой сидят и ждут, пока прилетит. Естественно, что у вас разбирающиеся люди. Что у нас разбирающиеся люди. Подожди, подожди, подожди. Ты думаешь, что на банковой сидит президент? Есть специалисты. И все там сидят, которые, ну типа, ждут, пока прилетит. Или ты думаешь, что бункеры есть только в Москве у деда? Не знаю. Ну ты реально, ты оцениваешь реально, что президент пришел такой, зашел в свой кабинет. Там у него сидит тоже залужный в соседнем кабинете. Ну и, ну и, ну и, ну и, ну и, есть, есть, естественно, все происходит не так, как мы рассчитываем. Ну, так а какие тогда еще есть варианты поставок топлива в Херсон, например? Вот зачем мне это надо? Так Родина же надеется на тебя. У тебя либо должны быть какие-то предложения, да, либо надо ручками носить, ручками. Есть предложение одно. Заняться уничтожением руководства. Каким образом? Это мое предложение. А каким можно это образом сделать? Не знаю. Вот в этом я не специалист. А, это нужно так, знаешь, типа, цветик-семицветик, лети-лети лепесток через запад на восток, пусть все руководство, ну, как бы исчезнет. А оно не исчезнет. Они же не дураки. Оно не исчезнет. Ну, а как же ты там представляешь? Я не дурак, я не просто умные люди. Как ты думаешь, что так, разве это возможно? Такой вариант, разве он сработает? Не знаю, не знаю. Говно вариант, я тебе сразу скажу. Говно. Хорошо. А вот вопрос вам. Давай. Да, мы находимся по разные стороны, как бы, баррикады. Добра и зла. То есть, вы априори считаете, что я зло? Ну да, конечно. Я русский? Конечно, ну да, естественно. Обоснуйте, пожалуйста. Легко. Ваше государство является государством-агрессором. Нет, нет, стоп, секунду, секунду, секунду. Да. Я зло? Конечно, естественно. Вот это и обоснуйте. Обосновываю. Ваше государство, государство русских людей... Да, блядь, да. Ваша... Да не матерись, не матерись, смотри. Ваше государство, государство русских людей... Прошу прощения. Да. Оно является на сегодняшний день агрессором, оккупантом. Вы являетесь на сегодняшний день мобилизационным ресурсом для вашей страны. Вас призовут носить ведрами в Херсон дизель. Будете носить солярочку. А какие варианты? У вас же вариантов никаких нет. Поэтому вы и есть зло, естественно. В 40-х годах, когда вся антигитлеровская коалиция была на стороне добра, воевала с Гитлером и его союзниками, все жители Германии, вермахт, СС, само руководство были на стороне зла и были, естественно, злом в чистом виде. Конечно. Кто-то работал и помогал поднимать экономику и вообще там формировать экономику, военные рельсы. Экономика переведена была на военные рельсы в гитлеровской Германии. Кто-то штамповал снаряды, кто-то делал для них, для снарядов ящики сколачивал. Кто-то был лесорубом. Говорит, да я простой лесоруб. А этот лес, который он рубил, использовался для производства ящиков для снарядов, которые поставлялись на фронт. Поэтому, конечно, все это коллективная ответственность. Это же ваша страна. Поэтому, конечно, страна зла. В войне всегда есть прав тот, кто прав и тот, кто виноват. Тот, кто защищает свою землю и тот, кто напал. Всегда. Вы напали на наше государство, значит вы зло. Поэтому мы находимся по разные стороны зла и добра. Я на стороне добра. Я украинец, я представитель Украины. Вы представитель России, вы на стороне зла. Что тут непонятно? По-моему, все логично. Вы представитель Украины, но вы не являетесь добром. Ну, то есть, нельзя сказать, что вы являетесь добром. Я на стороне добра, конечно. Почему? Какого добра? Ну, мы защищаемся. Мы боремся со злом. Тот, кто борется со злом, на стороне добра. Бог, Бог, Бог. Он всегда на той стороне за тех, кто за правду. Мы же за свою правду. Мы за свою землю воюем. Это наша земля. Наша Родина. Мы за свою правду. Ну, а вы же воюете, вы же воюете на чужой территории. Значит, вы напали на нас. Вы агрессор. Все, Бога с вами нет. Значит, вы зло. Это сатанизм. Вы опять-таки, все-таки, вот, вы все-таки, вот, странно как-то рассуждаете. Я с вами не воюю. Как это? Вы налоги платите? Если бы я лить... Налоги платите? Так, господи, одно и то же. Конечно платите, естественно. А вы кем работаете? Какова у вас сфера деятельности? Ну, так, у меня компания маленькая. Вот, маленькая компания. Вы даете данные в военкомат должны дать сейчас про своих сотрудников. Дали данные в военкомат? Кстати, нет. А, кстати, нет. А сейчас военкомат позвонит, скажет, кстати, почему не дали? Уже вызвали в понедельник. Вот, все, в понедельник придется дать данные. Вот, в понедельник, в 3 часа дня я должен прийти. Вот, и я же о чем. В понедельник, в 3 часа дня нужно прийти, подать данные всех от 18 до 70. А послезавтра их призовут. И в среду будете собирать деньги на то, чтобы купить им форму. Или хотя бы просто пожрать. Вот и все. Я не воюю. Да вас заберут вместе с ними. В первую очередь. Да лучше меня бы забрали, чем вот этих детей. Программистов. А если всех заберут? И их программистов и их детей еще заберут. Тем, кому по 18 и дальше. Поэтому, естественно, вы на стороне зла. Да ладно. Там маленькие дети еще. Да подрастут. Успеют подрасти. Может быть я на стороне зла, как ты говоришь. А какие есть предложения? Какие есть предложения? Как бы этого можно было бы избежать? Потому что завтра в военкомат списки подать. Послезавтра, а в пятницу уже нужно будет хоронить. Потому что придут уже похоронки. Уже вот те, кто у вас работает на вашей компании, на вашей ферме. Не знаю. Они погибнут. Какие есть варианты? На самом деле не знаю. Не знаю. Но мне кажется, что самое главное вот сейчас вот в текущей ситуации, это наверное начать диалог какой-то. Потому что диалога не было. У нас не было диалога. Между кем и кем диалог? Между двумя странами не было. То есть нужно найти компромисс? Нет, не компромисс. Надо начать общаться хотя бы. Чтобы найти компромисс, надо начать общаться. Говорила Голда Мэйр в свое время. Говорит, они хотят нас убить и сделать так, чтобы нас не было. Мы хотим жить. Где здесь место для компромисса? Вы хотите нас завоевать, либо уничтожить всех? А мы хотим жить. Вы уверены? Где место для компромисса? Я вам как москвич скажу. Нам Украина вообще нафиг не нужна. Честное слово. Нам бы с своими проблемами разобраться. Это не так. Ваши войска находятся на нашей территории. Вы что думаете реально, что... Значит, это не так. Секундочку. Вы реально думаете, что каждому москвичу нужно завоевать Украину? Вы что реально думаете, что... Разница, что хочет каждый москвич. Важно, чего хочет ваше правительство, ваш президент, какие он отдает команды. И подчиняетесь ли вы этим командам? Вся же штука в том, что вас никто не спрашивает. В понедельник в три часа нужно быть в военкомате. И вариантов не быть никаких нет. А мне все равно. И вообще всему миру все равно. Вы добровольно пойдете убивать, либо вас заставляют идти убивать. Какая разница тем, кого вы убиваете? Добровольно вы это делаете или по принуждению? Ну, нашим солдатам какая разница? Добровольно вы приехали... Вы что думаете, что мы хотим в вас стрелять? А солдаты говорят, да нам плевать. Хотите вы в нас стрелять или нет? Вы же стреляете. Поэтому разбираться в этом никто не будет. Поубивают вас за милую душу. Каждый, кто приходит с оружием в руках на территорию другого государства, будучи оккупантом, должен быть уничтожен. А какой он компромисс? Давайте предположим, что мы пытаемся найти компромисс. Чего вы хотите? Чего от Украины хочет Россия? Какие у вас есть какие-то требования? Что-то вы хотите от нас? Россия в смысле... Россия в смысле государства или Россия в смысле люди? Ну, вообще, в целом. Зачем эта война? Я ничего не хочу. Мне она не нужна. А как же мы ее можем остановить? Если вы ее не хотите все вместе, но идете, потому что у вас вариантов никаких нет. Тогда с кем нужно договариваться? С правительством. А чего правительство хочет? Не знаю. Слушай, тут я не знаю. А вот смотри, смотри. Понятия не имею. Если правительство посылает вас на фронт нас убивать, то можно же сделать вывод, что правительство хочет нас убивать. Это же простой вывод, правда же? Как это? Это их дела. 1-0. Тут либо единичка, либо нолик. Тут бинарная логика. Если они хотят нас убивать, то они хотят нас убивать. Если они посылают вас завоевывать... Так это же вы делаете, они же не идут. Сын Пескова пошел воевать? Не пошел, да? А вас завтра всех призовут. Ну, наверное, нет. Я думаю, не пошел. Ну, не пошел, да. Говорит, не хочу. А вам придется. Придется, схожу. А зачем? Не знаю. Родина сказала, я пошел и сделал. Понял. Вернее, если честно, не понял. То есть нужно будет потом умереть за Родину, буквально через недельку-две. Есть на это согласие внутреннее? Да. А вот эти вот пацаны, которые у тебя работают, у которых маленькие дети, ты за них несешь ответственность? За них я... За них я... Пардон, конечно, за выражение, но за них я тебе горло перегрызу. А зачем мне? Это же не я их посылаю на войну. А кому же ты будешь глотку бросить? Как-то правильно сказать. Я сделаю максимум, чтобы эти ребята не появились там. Какие есть варианты того, чтобы сделать максимум? Никаких. Списки сотрудников подать. Тем более они возьмут через налоговую. Я подал. Ты же, ты подал списки. Ну все. Их призовут. Мало того, их даже будут призывать не через военкоматы и повестки домой. Их призовут через тебя. Скажут, вот тебе повесток. 44 штуки. Распишись. Я лично знаю военкома нашего. Мы договоримся. В Награде. Это район Москвы. Мы договоримся. Я ему сказал, что ни в коем случае он моих людей не заберет. Да, как же ему план надо делать? Он кого? Куда же ему деваться? Денег ему просто дашь? Хорошо. Хорошо. У него план. У меня тоже свой план. А почему вы такие безвольные? У тебя, раз и нет никакого другого варианта? Какой вариант? Я не знаю. Какие еще бывают варианты у людей? Ну хорошо. Предложи мне какой-нибудь вариант, который я бы понял. Что? Хорошо. Уехать на Украину? Окей. Тоже вариант. Хорошо. Уехать в Европу? Конечно, нет. А в Европу зачем? Вы там уже вас не пускают. Зачем? Кому вы там нужны? Вам плюют в лицо. Ты же понимаешь, что люди могут уехать? То есть, подожди. Из всех этих вариантов остается только пойти на фронт? Нет. Нет. Понятно. Делать свою работу надо, в первую очередь. Понятно. Тебе жалко солдат вашей армии? Моя работа. Вашей армии? Которые погибают. Безумно. Почему? Безумно. Очень интересный, кстати, вопрос. Почему тебе их жалко? Они не выбирали это. Как это они не выбирали? Они стали военными. Я тебя не перебивал, не перебивай меня. Давай, объясни, хорошо. И наши солдаты не выбирали вот эту вот, ну, скажем так. Они не выбирали смерть. Так же, как и ваши солдаты. Не выбирали смерть, не выбирали вот оказаться в такой ситуации. Очень много людей и на стороне Украины, и на стороне России, которые просто, ну... Сложно тебе понять. Они не создавали эту... Они не создавали. Они не создавали эту ситуацию. Как ты к Путину относишься? Положительно. Почему? Потому... А кто другой? Если не Путин, то кто? Да. Я не знаю. Кто-то другой. Кто, например? Ну, а чем Путин хорош? Конкретный персональный. Откуда я знаю? Тем, что он есть. Путин хорош тем, что он есть. Это прям какая-то такая безумная любовь. Так обычно любят человека просто за то, что он есть. Не в этом дело. Дело в том, что... Да, у меня в Путине некоторые моменты мне не нравятся. Ну, ты его любишь. А кого еще? Ну, я не знаю. Выбора просто, я понимаю, нет. То есть за Путина ты голосовал всю жизнь свою. Выбора нет. Выбора нет. Ты за Путина голосовал всю свою жизнь. Не считаешь ли ты, что ты теперь получаешь то, что, собственно, как бы вполне закономерно? Что это ты сам себе и выбрал это будущее вот сегодняшнее. Тебе в понедельник в военкомат идти. А всю ситуацию дальше ты сам понимаешь без меня. Дальше. Дальше смерть. Либо тебя, либо близких, либо твоих... Ну, твоих сотрудников, которые у тебя работают. Это разве не связано с твоим выбором Путина? Разве это не прямое следствие от... Вот причина. Ты голосуешь, выбираешь Путина, поддерживаешь его, а как следствие ты получаешь смерть в итоге. Ты не чувствуешь, что это очень сильно взаимосвязано? Я понимаю, о чем ты говоришь, но не понимаю. Но ты же программы пишешь, ты же понимаешь в программах. Если ты запрограммировал так, то дальше у тебя будет итог. Проголосовал за Путина, Путин равно война. А война равно смерть. Все, это твоя смерть. Ты голосуешь сам за свою смерть. Ты же разве... Ты же программист, ты же понимаешь это. Я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Понятно. Ты не жалеешь о своем выборе? Нет. Не жалеешь. Жалеть о своем выборе нельзя. Нельзя. Понятно. Каким ты видишь свое будущее через месяцок-два? Понятия не имею. Ну, а ты... У тебя горизонт планирования же есть? Около месяца. Где-то месяц у горизонт планирования. Да. То есть дальше ты не видишь. Потому что время очень тяжелое. Разве это не печально? Печально. А кто виноват, ты думаешь, во всем этом всем? Кто виноват? Ну, то есть ты считаешь, что я виноват. Я тебе этого не говорил, я у тебя спросил. Я у тебя спросил. Один месяц. Да. Почему ты сегодня живешь, вот будучи обеспеченным человеком, я вижу тебя посуда сзади классная, живешь ты шикарно, ты даже не выбрасываешь из-под яиц эти лоточки. Ну, то есть нормально у тебя жизнь. А у тебя горизонт... У меня просто курица. У меня на даче... Я понял. У тебя горизонт планирования при этом месяц всего. Месяц. Да. У тебя своя компания. Это же капец. Это уже... Как ты думаешь, кто в этом виноват? Я тебя не обвиняю, просто тебя спрашиваю. В том, что у меня своя компания? В том, что у тебя горизонт планирования при этом. Месяц всего. А если по-честному, пару недель. Ну, пару недель. Давай честно, откровенно. Месяц ты даже не планируешь. Пару недель. Нет, планирую на месяц, а там что получится. А там что получится. Я не знаю, что завтра произойдет. Вот. То есть у тебя горизонт планирования где-то пару недель, а то и неделя. Кто виноват в этом? Это же катастрофа. Кто виноват? Ну, я виноват. Я не знаю. Я тебя спрашиваю. Я тебя не обвиняю, я спрашиваю у тебя. Как ты думаешь, кто виноват в этой ситуации? Ну, ты хочешь... Ты хочешь меня подвести к тому, чтобы я обвинил... Я тебя спрашиваю, как ты думаешь? Я не знаю. Мне интересно твое мнение. Я считаю, что в этой ситуации виноваты мы, как люди. Мы это кто? Мы? Какой? Ну, круг какой? Кто туда входит? Вообще все. Все? Включая Новую Зеландию? Да. И Австралию. Вообще все люди виноваты в том, что происходит сейчас несколько... Ну, такая дичь. Подожди. Поясни свою позицию. Не понял. Твоя страна. Она была на мою страну. Оккупировала часть территории. Я тебе объясняю, а ты меня перебиваешь. Да. Виноваты все. Виноваты все люди, которые допустили эту ситуацию. Страшно тебе за свое будущее? Да. Понял. Честно могу сказать. Какие-то вопросы ко мне есть? Нет, нету. Я тебя понял. Тут, конечно, еще вопрос. Понял ли он меня или нет? Сложно. Не факт. Вот. Очень даже не факт, что понял. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЙТЕСЯ НОВЕЩЕЙТЕСЯ НОВЕЩЕЙТЕСЯ Продолжение следует...